Немножечко я на примере Сергея, ну, возможно, в более там какой-то жесткой или несколько такой неприятной форме, на его примере, рассказал там, как заболевание наживается, потом человек оказывается, знаете, вот как-то как-то для него неожиданно человек оказывается, ну, грубо говоря, у разбитого корыта и не знает, а что же делать безысходность и так далее, и тому подобное. Я много о себе рассказывал и должен должен сказать, что, ну, Серёжа даже где-то молодец, потому что я вспоминаю самого себя, и я, можно так сказать, у меня ситуация ещё хуже была, и хуже в личностном плане, а именно, после того, как я прекратил заниматься, был такой большой, семья, родился ребёнок, и вот тут сразу всё как, знаете, навалилось на меня, и геморрой болит, и невезуха на работе, и, грубо говоря, там какой-то там, ну, вот такой вот, и я помню, что я ребёнка водил как раз сынка через железную дорогу, через железную дорогу идёшь, естественно, поезда идут, и ты стоишь, пропускаешь состав, смотришь на эти вагоны, как они цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик, а тебе, можно так сказать, так себя жалко, так тебе плохо, что думаешь, вот под вагон нырни, перережет, ну, можно так сказать, мгновенный смех, да и вся недолга на это, то есть вот такой эгоистичный я был человек, который, несмотря ни на семью, ни на то, ни на сё, вот готов был уйти, оставить эту жизнь, якобы она плохая и так далее, тому подобное, и никаких просветов впереди нету, одни боли жуткие, в туалет сходил, боль жжёт там, ещё там-то такое, то есть вот такие вот вещи, естественно, естественно, как мы все, как и Серёжа, я до этого походил по врачам, и нафтезин закапывал, и свечи вставлял, и много чего я делал, и вижу, а толку-то нету, а какой же толку может быть, когда я в своё время пил по 6-8 литров молока ежедневно, иногда даже побольше было, так сказать, на рекорд, питался безобразно, ну, надо больше, 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 вот, и в результате вот такое, знаете, непонимание, что вся предыдущая жизнь меня привела к тому, что вот я теперь стою перед поездом и думаю покончить жизнь самоубийством. Вот такие, можем сказать, панические состояния у меня были. Почему я с вами делюсь вот такими вот вещами? Каждый человек, ну, как Сергей рассказывал о себе, я вынужден голодать, я вынужден, так вот я, будем говорить, доведшись себя до такого состояния, вынужден, что делать, что делать, либо же, вот, закончить жизнь, да, хрен с ним, как-то я в то время не особо ценил её, из-за того, что не понимал, какой это огромнейший дар дан тебе, а ты его там прожрал, там, ага, там, проподымал, там, то, и всё, пятое, десятое, то есть ты его потратил на какие-то ложные цели, которые тебя сделали больным и довели вот до такого отчаянного состояния. Вот, и так сказать, у меня мысль ещё возникла, вторая. Ну, раз я вот начал заниматься, в школе мой первый подъём штанги был 45 килограммов, а дошёл я до 200 килограммов, может, что-то я сам сделаю. И оказывается, когда я начал теперь вот в этом направлении работать, знаний тогда не было никаких вообще, это был 82-й, 83-й, 84-й где-то годы, ничего не было, ничего не было, так, там, посмотри, сам, посмотришь. Ну, потихонечку по крупицам стал собирать, то всё, пятое, десятое, пробовать, делать, и, о чудо, оказывается, да можно жить здоровой жизнью, сбросить в себя вот это, знаете, лишние вот эти килограммы, которые вообще-то в жизни и не нужны. Для жизни они-то не нужны. Для жизни нужно здоровье и функциональность, а не то, что ты, знаете, как бутафоры идёшь, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, и я сейчас. Вот такое пришло понимание. И даже, смотрите, если бы я вот думал оборвать свою жизнь таким вот, ну, можно так сказать, знаете, вот вообще-то самоубийство, это уход от решения проблем, которые ты сам наш. Вот сейчас я знаю, что, решив проблему, ты становишься гораздо сильнее, гораздо жизнеспособностью, у тебя развегаются все твои горизонты, возможности. и не было бы книг, не было бы телевидения, не было бы там машин, не было бы дома, не было ничего, понимаете, ещё ребёнок-то он должен был родиться один, и ещё один родится ребёнок. То есть у меня вообще-то трое детей. вот этого ничего не было. Из-за моей глупости и трусости. И я вот вам признаюсь это для того, потому что я знаю, у каждого есть такие моменты, практически у каждого человека есть такие моменты, когда он пасует, когда он думает, жизнь закончилась, и всё. Собираем монатки и туда. Поэтому я не ругал Сергея, а на его примере пытался вам показать, что вот жил человек, жил, всё нормально, ага-га-га-га, а потом только бас, у него там нос не дышит, запахи пропали, желудок болит, он не спит, и так далее, и так далее. Как-то вот неожиданно, раз, позвольте. Ну какое-то ж неожиданно. Это, он говорит, просто пример. Как же это неожиданно, когда вы всё это до этого годами делали, 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 для того, чтобы привести себя вот к этому состоянию. И вот я вам ещё на своём примере всё это дело рассказал. Занимался, ел разного рода мешанину, вот думал, как все там врачи там в случае чего помогут, вот это вот работает и так далее. оказалось несколько иначе. И не просто несколько иначе, а совершенно по-другому жизнь устроена. И успех устроен. Когда мне говорили, вот работает, то-то-то-то-то-то там получишь. Оказывается, всё можно получить, но при этом, при этом надо трепетно и чётко относиться к жизни. Вот что-то у вас так-то такое там по жизни начинается, по здоровью начинается. Вы задаваете себе вопрос, ага, а почему? А это как? А это что? А это чё? И так немножечко, значит, дальше. А к чему это может привести вот такие вот рассуждения? То есть работаете своей головой. Потому что это наш главный инструмент для того, чтобы мы с вами процветали. А так получается, что, да, и ещё что я хочу сказать. И вот на своём собственном опыте я понял такую простую истину. Человек это не букашка. Это его сделали букашки. Да чё ты можешь? Вот ты закончишь школу, вот ты закончишь институт, вот получишь там профессию и так далее, и так далее. И всё, мол, круг твой ограничен. Туда не лезь, там поделено, сюда не лезь, там могут надавать, или ещё что такое. Возможности огромные, огромные. И вот если я вот уже сейчас начал заниматься, и будем так говорить, вот я работал на одной энергетике. А как узнать этот уровень? Ну, допустим, я вот поднимал 500 килограмм штанга на поясе. Это один был уровень моей энергетики, один уровень моих возможностей. Сейчас, когда я вот поднял тону, чуть больше там тоны, я ощущаю, что у меня энергетика стала совершенно иная. Я совершенно по-иному отношусь ко всему, что происходит. Мне очень многое становится ясно. Как-то, знаете, даже слова сами собой подбираются, для того, чтобы что-то там объяснить. Ты видишь какие-то вот, в каком-то явлении, ты уже видишь истину. И как из неё там надо выходить и прочее, 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 прочее. Поэтому, ни в коем случае не отчаивайтесь. Просто вы дошли до черты, где, в конце концов, вас заставляют работать своей собственной головой, подумать, что надо сделать. А информация для этого, она придёт к вам. Вы только к этому стремитесь. Как только начнёте стремиться, отовсюду информация придёт. И вы поймёте, что действительно там возможности у вас. И вот занимаюсь гравитационной гимнастикой, и я слышу внутри себя голос. Вот я так ещё настраиваюсь, а раз надо же поднять, надо же вот как-то энергию, то есть всё как-то вот это вот. А я слышу такой тихий внутри себя голос, который мне говорит, «Да бери, бери сколько можешь, возьми сколько можешь». А вот как это взять, я не знаю. Всё тебе готовы отдать. Всё. И материальные блага, и жизненные силы, и молодость, и всё, всё, всё. Всё, всё есть. Но ты не знаешь, как взять. И вот это, будем говорить, меня как-то это сам, заставляет, знаете, вот основной мотив, а как же это взять? Как это взять? Ну, на этой вот нотке и закончим эту беседу. Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми, и обылом чуть погрусти, а там весна, и всё растает, и лето жаркое придёт, свои проблемы принесёт. Уж коль январь такой случился, в июле сморит всех жара, купаться будем до утра, и тело покрывать загаром, потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чаёк душистый разливая, а жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепко иметь, а остальное просто медь, её не стоит и иметь, своё здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовые сие принять, и от восторга засиять. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики, прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме, и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. Я для этого оставляю свою электронную почту. Если вы желаете проявить благотворительность к каналу и ко мне, вы пишите на почту, свяжитесь со мной, и я вам даю координаты, куда, что сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья! Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовётся и для всех людей даётся. Шелестят конфет огёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на ровно, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он в подарки раздаёт, радостей любого ждёт, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебства мы жадно ждём, и под чёканье бокалом Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись на ровно, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он в подарки раздаёт, радостей любого ждёт, это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сердечный, наливай бакал с кардией, загадай своё желание и под звонку ром-попей. Ай! Веселись, веселись, веселись на ровно, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, он в подарки раздаёт, радостей любого ждёт, с нами нанивайся. Ай! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...